Зона отдыха на Кашкарате от населенного пункта отделена забором. Однако для местных жителей это не препятствие. Возле забора они устроили мусорную свалку. А вот так сверху вниз самотеком сточные воды попадают в истоки Кашкараты. Людей, живущих над рекой, видимо, особенно не интересует то, что здесь купаются взрослые дети. Жители создают антисанитарные условия и спокойно загрязняют родниковые воды реки. Хозбутовые истоки в соответствии с законодательством, уже не говоря о том, что мы люди сами не должны допускать этого, должны стекаться в септики или выгребы непроницаемые. И после этого они должны вывозиться. Это все регламентировано в водоканале, везде это уже имеется. К слову о правилах строения и содержания септиков в частном секторе уже не раз поднимал вопрос. Генеральный директор ТО «Водные ресурсы маркетинг» Анарбия Гурман. Проблема есть в частных домах. Если 90 тысяч частных домов, на сегодня централизованная канализация всего в пределах 20 тысяч, примерно 15%. Это вопрос. Мы местным исполнительным органом места работаем. Перспектива. Мы должны канализовать все частные секторы города Чемкента. А сегодня, где нет канализации, что делается? Во-первых, называется септик или примитивный. Мы загрязняем подземную воду. Во-вторых, много домов, они используют источник воды, сбрасывают регуляционный сет. Но третье – это антисанитария. Поэтому данной работой надо нам заниматься и решать. Загрязнение городской речки начинается с самого истока, но, к сожалению, на этом не заканчивается. Продолжение, как говорится, следует. Там, где река выходит к площади Ордобасы, в самом центре зоны отдыха под мостом, из трубы, которая выходит из канализационного люка, прямо в реку сливаются стоки. Причем совершенно открыто. Сотрудники водоканала были крайне удивлены такому безответственному отношению к природе. Мы сейчас являемся свидетелем того, что канализационная труба просверлена, и прямо в речку Кашкарату идет вода, не чистая вода, вода, как нам здесь поясняют, из автомойки, техническая вода. Естественно, никто не имеет права Кашкарату загрязнять технической водой или водой из канализационной трубы. Мы хотели узнать результаты проведенного мониторинга воды из Кашкараты, но, к сожалению, департамент экологии так и не нашел возможности прокомментировать данный факт. Безусловно, сотрудники предприятия «Водные ресурсы маркетинг» примут экстренные меры по ликвидации этих вопиющих нарушений, а водоросли со временем постепенно очистят воды. Вот только сколько времени понадобится еще людям, чтобы наконец понять простую истину – природу надо беречь. И то, что Кашкарата – это уникальная река, для кого-то просто пустые, ничего не значащие слова. Субтитры создавал DimaTorzok